Всем привет, я Мэтт Уотсон, и у CarWow для вас сегодня обалденная гонка. Ауди РС6 против Мерседеса АМГ Е63С, против БМВ М5 Компетишн, против Порше Панамера и Хайбрид Турбо... Спорт Туризма бла-бла-бла... Опять забыл. Что же будет? Они и так похожи по начинке. Давайте вам расскажу. В этом РС6 4-х литровый битурбированный V8 на 600 л.с., 800 Нм крутящего момента, 8-ступенчатая КПП, полный привод, и он весит... чуть меньше 2100 кг. У Мерседеса 4-х литровый битурбированный V8, 612 л.с., 850 Нм крутящего момента, 9-ступенчатая КПП, полный привод, и он весит... чуть меньше 2100 кг. Дальше БМВ М5 Компетишн, у которого битурбированный V8, 4,4 литра, на 625 л.с., 750 Нм, 8-ступенчатая КПП, полный привод, и весит он... меньше 2 тонн. Наконец, Порше, как там его... У него 4-х литровый битурбированный V8 вместе с электромотором, и вместе они выдают... 680 л.с. и 850 Нм. Здесь полный привод, 8-ступенчатая КПП, но он тяжеловат, весит... 2,4 тонны. А еще довольно дорогой, его начальная цена в районе 140 тысяч фунтов, у остальных где-то в районе сотни. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на значок уведомлений, чтобы не пропустить наши новые видео. И зафоловите меня в Инстаграм, MattWatsonCars. Ладно. Ну что, погнали. Все машины очень похожи, хотя, конечно, Мерседес... это... и Порше. Универсалы. А БМВ седан. Потому что... По какой-то причине, ну, не делают М5 универсалы и все. А хотелось бы. Еще у них есть небольшая разница в звучании. Да, у всех V8, но у каждого свои нюансы. Давайте проверим, у какого из этих авто лучший звук. Послушаем Ауди. Ой. У него отсечка оборотов. Поэтому звучит он не особо. Послушаем, как звучит Мерседес. А теперь послушаем БМВ. О, ничего. И, наконец, давайте Порше. Че-то я даже не знаю, кто из них лучше. Придется вам решать. Щелкните на подсказку сверху и проголосуйте, кто вам больше по душе. Так, перед началом надо бы прогреть резину. И я сам этим займусь. Посижу во всех авто и узнаю, где веселее прогревать резину. Начну с этого Ауди. О, нормально. Круголеп. О, да. О, да. У, что-то я маленько увлекся. Привет. Все норм. Так-то лучше, чем я ожидал. Этого я не ожидал. Тут двигатель враздос пошел. Система стабилизации с ума сходит. Но управляется хорошо. Так, я опять в РС-6. Не подведи. Я Порше на тебя променял. Три. Два. Один. О, хорошо стартанул. Ну и БМВ тоже. Давай же, рядом идем. БМВ ушел в отрыв. Гляньте, как Бэха прет. Похоже, Парш меня обошел сделать БМРС. О, не знаю, обошел ли я Мерседес. Он на меня наседал, хотя я стартовал гораздо лучше. Этот БМВ просто пулей стартанул. По-моему, я третий. Мне кажется, водитель Мерседом немного уснул вначале. Стартовал, неважно. Иногда бывает, что у него лонч-контроль запаздывает, когда отпускаешь тормоз. Итак, каковы же результаты? БМВ проехал четверть мили за 11,1 секунды. Порше за 11,2 секунды. А Мерседес и Ауди оба проехали за 11,3 секунды. Думаю, стоит попробовать еще раз. Не потому, что хочу еще один шанс на победу. Просто хочу посмотреть, на что способен этот Мерс, когда водитель не тупит. Наверное, вам тоже интересно. Ну что, погнали. Что ж, меня унизят еще раз, но чего не сделаешь во имя науки. Типа. Три, два, один. Хорошо стартовал. И БМВ тоже. И Мерседес помчал. Вот так интереснее. Вот теперь Мерс нормально сработал. А вот Ауди... Не торопится. Итак, что случилось? На этот раз. Вновь БМВ проехал четверть мили за 11,1 секунды. Мерседес стартовал получше и проехал за 11,2. Порше, который стартовал похуже, проехал за 11,3. И Ауди, из-за моей чуть заторможенной реакции, проехал за 11,4. Интересно, что БМВ, который так стабильно выдает хороший результат, тот же самый, который вел себя крайне неровно на старте, когда мы выставляли его против М8 на той неделе. Странно. Ладно, давайте к следующим испытаниям. Так, погоняемся сходу с 80 километров в час. Авто в режиме комфорт. На автомате. Спокойненько, как и надо. Начну отсчет. Три, два, один. Пошел! Давай, кикдаун! Медленно понижение срабатывает не то, что у Мерседеса или у БМВ, который опять впереди. Едем, ну же, Ауди! Сможешь обойти тяжелый Порш? Нет, нет. Я так не думаю. Думаю, хорош, народ, тормозим. У Мерседеса кикдаун отлично сработал, а БМВ тоже. Что там у вас было? Да, слушай, мне кикдаун нормально подхватил, но этот БМВ просто не оставил нам шансов. А что у тебя, Порше? У тебя же, очевидно, гибрид? Электромотор среагировал как-то медленно, и из-за этого кикдаун занял целую вечность. А у Ауди это заняло еще дольше, я втопил педаль, и ничего не произошло. Я небольшой любитель этих восьмиступенчатых автоматов, иногда они какие-то малость... нерасторопные, когда едешь, собственно, на автомате. С учетом этого, начнем следующее испытание. Снова погоняемся сходу, но на этот раз... с третьей передачи в ручном режиме на спортивных настройках. Начну отсчет. Три, два, один, пошел! Подхватывает неплохо, да. Че-то я торможу с переключением, давай. Но... Мерседес впереди. Думаю, БМВ сейчас выйдет вперед. Боюсь, у меня машина самая медленная из всех. Один и тот же результат каждый раз. Так, у нас тот же результат. Мерседес ушел в отрыв первым, потом его сделал БМВ. А как там Порше сработал? Я ненадолго был впереди БМВ, Мерседес скакнул вперед, ну а потом... М5 просто всех сделал. Сорян, любители Ауди. Но впереди последнее испытание, не все потеряно. Наконец, проверка торможения. Со 110 км в час, когда пересечем черту по тормозам. У этого авто и БМВ тормоза стальные, у остальных карбон-керамические. Дополнительная опция. Давай, Ауди, сохрани немного достоинства. А вот и черта по тормозам. Нет. Нема достоинства. Ад... Блин. Порше проиграл. Вся борьба между Мерседесом и БМВ. И опять же, БМВ победил. БМВ везде побеждает. Фанбои БМВ уже, наверное, обкончались на это видео. Мне даже страшно в комментарии заглядывать. Там, наверное, такой духман. Извините, фанаты Ауди, зато в последнем испытании вы не последние. Ладно, надеюсь, вам понравилось видео. Напомню, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на значок уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски наших гонок. Спасибо за просмотр. Как б***ь этот канди работает? Фанаты Ауди будут в ярости. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Не надо. Субтитры сделал DimaTorzok